Алексей Евгеньевич, очень рада видеть тебя в своей программе и мы традиционно начинаем с экспресс опроса. Почему вы выбрали предпринимательство? Знаете, это один из, мне кажется, лучших способов самореализации. Нет ни одной другой профессии, но по крайней мере для меня, где ты можешь так выраженно влиять на мир вокруг себя, так выраженно вот что-то делать и видеть результат того, что ты делаешь. Поэтому это выбор очень осознанный. Еще два преимущества предпринимательства? Предпринимательство это ответственность, но ответственность, которая вознаграждается. Предпринимательство это готовность рисковать, проигрывать, но настойчиво продолжать попытки и выигрывать в конечном итоге. Ваша компания крупнейшая не только уже в России, но и одна из крупнейших в Европе. Что вам позволило достичь именно таких серьезных результатов в бизнесе? Почему вы не остались предпринимателем малого и среднего бизнеса? Здесь, мне кажется, два ключевых фактора. Первое – горизонт планирования. Я никогда не мыслил выход из компании, завершение карьеры. То есть компания – это для меня проект всей жизни. И поэтому горизонт планирования, а мы люди фармацевтики рассчитываем, что нам получится жить достаточно долго. Горизонт планирования – это не только десятилетие, но лет сто. Соответственно, когда ты инвестируешь в таком горизонте, когда ты готов ждать результата, эти результата рано или поздно приходят. Это первое. А второе – команда. Все равно предприниматель – это дирижер, но если дирижирует он плохими музыкантами, то у меня, увы и ах, не получится волшебство. А какую часть об этой микстуре составляет удача и везение? Удача и везение невозможно посчитать. Микстура волшебная, поэтому какой там состав, сколько конкретная пропорция, мне кажется, никто вам не ответит. Сколько тут точно есть? – Было ли желание все бросить, Алексей Евгеньевич? – Никогда. – Были ли у вас наставники в вашей пути предпринимательства? – Очень много. Каждый день новый наставник. – Можете назвать двоих, троих, которые… – Вот сегодня был президент Татарстана. Коротко, но могу сказать, что был, потому что, знаете, харизма общения с рабочими в Химграде. Есть чем поучиться. И очень важно просто, знаете, часто предприниматели, когда что-то добились, уже многого, становятся немножко забронзовевшими, спесивыми, им кажется, что уже учиться нечем. Вот это вот, на самом деле, конец истории успеха. Ты должен каждый день искать, чему поучиться. – А есть у вас ли кумир в бизнесе, на которого вы хотели быть похожи? – Нет, ни в коем случае нельзя все-таки идти по чужому шаблону. Жизнь каждого – это жизнь каждого, карьера каждого – это карьер каждого. Какие? Какие принципы у вас в бизнесе? – Очень трудно сказать, что такое принципы в бизнесе. Оставаться собой, наверное. Вот это главное. Если… Бизнес – это все равно для меня бизнес – это моя жизнь. Вот если ты в бизнесе вынужден быть не собой, делать что-то, что не соответствует твоему взгляду на мир, на себя, на людей вокруг, то обычно это не получается, потому что фальшивые темы не работают и не жизнеспособны. – Что не должен делать предприниматель? – Предприниматель трусить не должен, а занаваться не должен. Какие достижения в бизнесе на сегодняшний день, которыми вы гордитесь? – Горжусь своими друзьями, которые в свое время непонятно, почему в меня поверили. То есть горжусь собой, что сумел их в этом убедить на том этапе, когда не было там никаких оснований. Горжусь своей командой, которая выросла, наверное, быстрее, чем я, потому что чувствую, что это просто какой-то там феноменальный прогресс. Горжусь страной. Это достижение не моего бизнеса, а достижение бизнеса вообще, потому что то, что за последние 15 лет не сырьевой бизнес в стране стал по-настоящему заметен и конкурентоспособен, это в том числе и наш заслуга. – Какую самую дорогую ошибку в бизнесе вы допустили? – Хочется верить, что уже допустил. Не скажу. – А сколько она стоила? – Дорого. – Какие цели у вас на 10 лет? – Бизнес. – Вот сломать вот этот замкнутый круг как-то национального чемпиона, когда ты первый на своем рынке и вроде как уже удовлетворен этой ситуацией, и все-таки стать чемпионом мира. За 10 лет, ну, наверное, скажем, наверное, первым не станем, но в финал точно войдем. – Какое место бизнес занимает в вашей жизни? – Драматически большое, но бизнес в двух его ипостасях. Бизнес как Airfarm и все, что связано с группой компании Airfarm, ну, наверное, сейчас процентов 30-40. Бизнес, весь российский инвестиционный бизнес, деловая Россия, процентов 60-70. – С чем связана ваша активная позиция в общественной жизни? – Она такая же, как у меня, как у человека, у меня как у предпринимателя, у меня как у общественного деятеля, она совершенно одинаковая. Я не, как сказать, не меняю маски, переходя из одной ипостася в другую. Я такой, какой я есть, и деловая Россия – это такие, как я. – Что может дать этот инструмент для изменения жизни общества в лучшую сторону? – Какой инструмент? – Деловая Россия, этот общественный институт. – Чем больше успешных предпринимателей, конкурентоспособных компаний в России, тем сильнее наша страна, тем больше уверенности в том, что суверенитет нашей страны безопасности, тем больше уверенности в том, что качество жизни в России будет неизменно расти, тем больше гарантий того, что Россия будет лучшим местом для самореализации и людей, которые выбрали для себя предпринимательскую стезию, и людей, которые работают у таких, как мы. – Алексей Евгеньевич, на этой позитивной ноте я хотел закончить наше с вами Блица интервью. Вам спасибо за то, что вы были сегодня здесь и сегодня в Казани. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.